Ну что, ребятки, привет вам всем большой. Сегодня мы с вами немножко поиграем на моём основном аккаунте и попробуем сегодня немножко поднять себе кубков в глобале, потому что уже понемножку, я думаю, пора подниматься. Конец сезона через 11 дней, в принципе, все такие злые игроки, которые там сидят на 4600, 4700, ну и так далее, выше-выше-выше, чем, короче, я сижу, как правило, они, по идее, уже себе трофеев апнули. Ну, я думаю, настало наше время, поиграем мы сегодня такой довольно лайтовенькой колодой, я хотел сказать, лёгкой лайтовой колодой, но когда я вижу тут что-то подобное, я не могу сказать, что она лёгкая, но в любом случае, колода без легендара, колода такая в использовании приятная, колода самодельная, что самое главное, и давайте, правда, давайте, ребят, да, правда, ей немножко покатаем, сейчас посмотрим, что у нас получится из этого дела, ну и надеюсь, надеюсь, ребята, на то, что выпуск будет годный, поэтому давайте. Первый противник, 11 левел, 4000 кубасов, как и у нас, ровным счётом, посмотрим сейчас, кто, как говорится, кого, что вообще получится, ну и надеюсь, что отыграем. Угу, я понял вас, молодой человек, вы, товарищ, довольно опасный, ясно, надеюсь, что, ребят, короче, получится всё неплохо, попробуем тогда, я даже не знаю, но мегамуха не долетит, он её обязан законтрить, да-да-да, то, о чём я вам и говорил, но мегамедион хотел сказать, я две тычки даст, но нифига, нифига, ребят, подобного, никаких двух тычек не было. Вот так, лови ваншотец, братик, естественно, блин, не успеваю, не успеваю сделать так, чтобы мини-пека спрятался за гигом, ага, понял, ещё и адская башня, да, значит, слушайте, друзья, у нас проблемы, правда. Придётся довольно-таки сильно подзаморочиться, чтобы здесь победить, потому что инферно, банда гоблинов, бочка, рыцарь, ракета, самое что неприятно, вот эта вот ракета, знаете, как вишенка на торте, неприятно, придётся немножко попотеть, придётся подзаморочиться, но окей, попробуем, да, тогда, ребята, вот такого вот мага, считай, и посмотрим, что у нас сейчас получится. Нормально пропушить мы только сможем онли на двойном эликсире, потому что без молнии мы далеко не уйдём, поэтому я даже сейчас опушить не буду, нафиг оно нужно, просто вот так вот воспользуюсь моментом, сброшу молнию, и если вдруг что, то готов контрить другую ерунду. Так, торнадо нам в помощь, банду гоблинов торнадом контрить нам выгодно, по эликсиру, по крайней мере, и зап, самое что главное, не тратим, оставляем для гоблинской бочки. Кстати, ледяного духа тоже на изи сметаем, нормально, по-моему, нормально. То есть, самое главное, до двойного эликсира никуда не лезть, до двойного эликсира не пушить, потому что, ну, мы не пройдём, ребята. Гик плюс молния, прям, ещё что-нибудь за гигом, это дорого, это правда дорого, и поэтому мы не потянем эту тему, так что придёт сейчас немножко это... Немножко извернуться, как говорится, изощриться, и этим вот всем делом заняться, так, знаете... Ай-яй-яй-яй, слушайте, а вот это я не ожидал, на самом деле, такого вот поворота событий я не ждал, не гадал. Так, братишка, хорош. Лови, как говорится, молнию в лицо, вот таким вот образом. Но не проходит, ребята, этот гигант у нас, придётся ждать следующего, но ничего страшного, как бы вообще проблема тоже нам. Тоже мне былым проблемам, братишка, а ты не понимаешь, да, то, что бочка не проходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не понимает, не понимает, ребят, человек у нас это дело, ну ладно, окей, не понимает, так не понимает. Какие проблемы, господи, какие могут быть тут проблемы? Ну окей, ну не понимает, ну бывает, что просто так сливает элик, пацан, нормально, всё, ребята, нормально, как бы париться смысла нет. И под колдун, а сбрасывать гоблинов тоже нормально, хорош, дружище, ты просто, ты мой кумир, я тебе серьёзно говорю. Ой, я не понимаю, как мы до сих пор его не можем, ребята, пропушить, когда тут такая... Давай, да, ну естественно, ну какой ты прям молодец-то, я не могу, наверное, я не знаю, мне кажется, ребят, не получится у нас его пропушить. И тут дело, как бы, вовсе, вовсе не в том, что челик хорошо играет, потому что вы видите, как он играет, лол. Ай, чё, народ-то смешит, хорошо играет, ой, тоже мне. Так, ладно, не получится его, наверное, ребят, малёх пропушить, но я, конечно, сделаю всё для этого дела. А не, о, получилось, чё-то, братан, пошло не так. Ну, просто, просто человек молодец, бочка в одно место, я не знаю, ракету просто так дал, молодец, молочага, братик, хорошо, хорошо, делаешь красиво, делаешь, самое главное. Окей, ребята, наш заслуженный королевский подъехал, ну... Извиняюсь. А, естественно, ничего годного в нём не будет, потому что это наш королевский, нам всегда с ними так себе везёт. Ну, конечно, бывает это, бывает то, что, правда, фартит и гнать, наверное, на него не стоит. Так, друзья, я даже, наверное, торнадо потрачу, ну, нафиг этого десятого хога, я знаю, что он может, поэтому я это потрачу побольше элика, но буду в безопасности, и на будущее хог уже нас пушевать не будет, потому что я с этими десятыми хогами сталкивался. Правда, ну, их в баню, это единственное, что я могу вам, ребят, сказать, ну, их просто в баню. Так, молодец, бродяга, красава, лови тогда молнию. Слушайте, я думаю, это идеальная, именно, идеальная возможность, идеальный варик для того, чтобы уже начинать пушить левый таур. Мы дали молнию, прокоцали вышку слева, всё для этого, как говорится, есть. Дорога открыта, дорога, ребят, открыта. Хорошо, что у него, кстати, это не одиннадцатый коллектор, потому что одиннадцатый коллектор даже после удара молнии успевал бы челику приносить две эликсиринки. Братан, а чё так жёстко? Чё-то жёстко, на самом деле, ребята, ладно. Ладно, мы сейчас попробуем вот это вот всё добро дефнуть. Больно, всё равно зло как-то урон наносится от этого хога, если честно. Правда, довольно такой неприятненький демэдж заходит, но жить можно. Отлично, замечательно, да, ребят, сегодня мы совместили мы эти всякие там молнии, мышки хорошо так у нас летают. Вот проблема в том, что не нужно было мне по вышке фигачить этим, господи. Запом, чтобы башня его не зафокусировала нашего мега-миньона, ну нормально, нормально. Итак, ребят, пойдёт, урон выдали чётенький, я доволен. Сейчас самое главное, словить мушкетёра, это не проблема, мини-пека разрулит дела, я думаю, на изи, смотрите, просто. One, two, three. Мини-пека подрули. Оба-на, красиво. И если вдруг что, то я готов. Сейчас стражики пойду, да. Вот, и стражики подрулили, отлично. Офигенно, просто такой урон от мини-пеки, и он в щит идёт. Топич, просто топич, ладно, бывает. Так, стражиков мы тогда, ребята, дефюруем, не теряя именно возможность, пользуемся моментом сбросить молнию. Молнию, ребят, нужно в подобные моменты всегда, я думаю, скидывать. Нельзя такой возможности упускать, отлично. Колдун, кстати, сейчас урона даст слева, давай. Блин, жалко, предсмертная тычка не зашла, ну ладно. Там уже как бы хп не так что и много остаётся, вся тема решается, я думаю, не так что тяжело. Ай-яй-яй-яй-яй, мушкетёр, мушкетёр, вы что такой товарищ-то прямо? Больно, больно, ребят, накинули урона. Офигеть, да ладно, не понял, это чё? А, это вышка ударила, я думал, чё за бред, типа, с какого это хрена мини-пека не ваншотит какой-то там щит от какого-то там стражика. Думаю, вот чё, куда, почему, чё за дичь, хотел спросить я. Братан, твоя инферна просто для меня вот это то, что нужно. Ты, наверное, не поверишь, что я так скажу, но это правда. Лучшая, как говорится, для меня штукенция вообще, что только могла бы быть. Так, братан, а куда твой хок, думаешь, пройдёт куда-то? Не-не-не-не-не-не-не-не, бродяга. Папин бродяга, мамин симпатяга. Стоямбочка, приплыли. Ваша остановочка, как говорится, молодой человек. 509 хитпоинтов, друзья мои. Ну и чё, братан, помог тебе коллектор? Чё-то, видимо, нет. Отлично, ребят. Плюс ещё одна каточка к нам в копилку. Мне нравится. Пока всё идёт, правда, неплохо. Играем замечательно, без... Ну, вроде как ошибочно. По крайней мере, таких прям грубых ошибок я не наблюдаю. Ну и полетели тогда в третий бой. Надеюсь, то, что тут у нас тоже всё пройдёт хорошо. И давайте на всё про всё смотреть. Значит, 11 левел, ребята, попадается. Сейчас глянем, что у нас тут получится сделать. Самое главное определиться, что у челика есть. И получится ли, как бы, против него вообще отыграть. В целом, пока даю мега-миньона, чисто сливая его, считай. И мы, ребята, чекаем за тем, что творится. Ага, понял. Тогда, ребята, слева уже нам нужен товарищ колдун. Потому что справа мега-муха поддерживает. Слева должен тот другой поддерживать. В нашем случае это маг. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Слушайте, опасненько. Я делаю тогда, ребята, вот так, вот так вот. И надеюсь, что что-нибудь, правда, годное получится. У нас тут, типа, заход, как вы видите, клеится вроде такой неплохенький. Так, оттянем, оттянем всю эту дичь. О-о-о-о! Поганка-лучница! Блин, она нам с такую прям, ребята, вообще... Такую просто грандиозную тему испоганила. Я такое там задумал. О-о-о, ребята. Это я промолчу, наверное. Там просто план на миллион был. Серьезно. На миллион не знаю чего. Обидно. Обидно, ребята. Лучницы. Прямо он так их выслал. Еще прям опасно. Слушайте, а что, мне не пек тычку собирается давать? А, конечно, блин. Тычку. Ну ладно, тогда ничего страшного. Маг сейчас тоже довольно неплохо задефает варваров. И в контратаку еще перейдет. Но, конечно, вышло опасно, ребят. Мне не понравилось. Прямо как вот тогда... Тогда вот как нам наваляли нехорошо. Ну окей, бывает. Так, ну что, тогда поступаем, наверное, ребят, вот таким вот образом. Мышей я все-таки наброшу. Мыши неплохо себя ведут. Мне нравится. И мы еще тогда с вами, ребят, подг... А-а-а-а. Нифиговенько, дратути. А-а-а-я-я-я-я-я-я-я-я. Че за гад? Лови зап тогда. Чтобы наш гигант побольше тычек дал. Потому что, когда долбят два элитных варвара, это одно дело. А когда один элитный варвара, это другое. То есть там еще жить можно. Так, бродяга, тут твой хок, как говорится, урона много наносить не будет. Максимум тычка по вышке. Это еще, ребята, терпимо. Опа, мега муха, тычку. Найс, отлично. Тычка, да, приятно, как говорится. Тут, ребята, каждая тыченка на счету. Поэтому здорово, здорово. Так, тут гиганта. Мы с вами маленько танканем вот так вот. Все это дело будет выглядеть, по-моему, замечательно. После этого мы готовим, ребята, тут тогда нашего колдуна. Я еще наброшу мышей вот таким вот образом, значит. Тут у меня полетит, ребята, вот такенная вот молния. I think I think we're good idea. Дальше у меня идет мини-пека справа. Потому что контрить надо все вот это вот дело. Вот сейчас я, кстати, задумался, чем я буду контрить его элитозов. Ну ладно, вроде нормально. Вроде, надеюсь, переживем. Делаем, ребята, вот таким вот образом. Да, это жестко. Вот это вот все дело сейчас будет отконтрить непросто. Но мы попробуем. Так, хок бьет или элитоз бьет. Но 388 хп это вам не хухры. Мухры главное, чтобы у него не было ни молнии, ни ракеты. Я очень сильно надеюсь на то, что ни того, ни другого у него нет. А даже если есть, то он уже весь эликсир дурачела потратил. И не смог бы добить вышку. Окей, отлично. Фух, ребята. Ну что, как по мне, поиграли отлично. Поиграли, правда, неплохо. И очень даже достойно. 400 апнули. Три катки подряд. Все три вытащили. Очень, друзья, надеюсь на то, что выпуск вам понравился. Потому что, как по мне, играли сегодня достойно. Играли грамотно, безошибочно. Если вы так считаете, то можете меня поддержать своим льюисом. Я думаю, что даже вот эта вот колода и можно будет продолжить играть. Простенькая, неплохая, приятная в использовании дека. Добавить нечего. Мне, короче, нравки. Поэтому, ребят, можете, естественно, брать и узнать. Плохого не посоветую. Самое приятное, что, правда, колодца самодельная. Ёлки-иголки. Это душу греет. Поэтому, ребят, такие пироги. На этом я, наверное, буду подводить выпуск к концу. Большое вам, ребят, спасибо за его просмотр. Всем удачи. Тащите катки. Пусть у вас у всех все будет гуд. Ну и до скорых новых встреч, друзья мои. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok